Добрый день! Сегодня будет вам прочитана лекция на тему Вегетативная нервная система иннервации органов головы и шеи. Вегетативная нервная система выполняет адаптационно-трофическую функцию. То есть она регулирует постоянно изменяющиеся потребности органов в трофике в целях адаптации к постоянно изменяющимся условиям существования организма. Вегетативная нервная система иннервирует всю гладкую мускулатуру, которая расположена в стенках внутренних органов, стенке сосудов, в органах чувств, а также сердечную мышцу и железистые клетки. Не доказана парасимпатическая иннервация потовых желез, надпочечников, селезенки, и гладкой мускулатуры сосудов и мышцы, поднимающих волосы. Нервная система разделяется на два основных отдела – соматическую и вегетативную. В пределах вегетативной нервной системы подразделяют тоже два отдела – симпатическую и парасимпатическую. Каждый из этих отделов имеет центральный и периферический отделы. К центральному отделу симпатической нервной системы относится боковое ядро с восьмого шейного по второй поясничный сегменты спинного мозга. Центральный отдел парасимпатики представлен промежуточным боковым ядром крестцовых сегментов со второго по четвёртый, а также парасимпатическими ядрами – третий, седьмой, девятый и десятый пар черепно-мозговых нервов. Периферических отделов вегетативной нервной системы – это волокна, узлы, сплетения. Узлы симпатической нервной системы различают паравертебральные и превертебральные, а узлы парасимпатической нервной системы – околоорганные и внутриорганные. Итак, по порядочку. Симпатическая часть вегетативной нервной системы. Как я уже сказала, её центральный отдел – это нейроны боковых столбов спинного мозга на уровне с восьмого шейного по второй поясничный сегменты спинного мозга. К периферическому отделу относятся симпатические стволы, симпатические нервы, симпатические узлы и симпатические сплетения. Симпатические узлы бывают двух видов. Паравертебральные – это узлы симпатического ствола. И превертебральные – узлы чревного, аортального и брыжечных сплетений. Паравертебральные – симпатические узлы, которые образуют симпатические стволы. Всего стволов два – правый и левый. Каждый из стволов состоит из 25 симпатических узлов, связанных между собой межузловыми ветвями. В симпатическом стволе различают шейный отдел, представленный тремя узлами, грудной отдел, образованный 10-11 узлами, поясничный отдел – 4-5 узла, и тазовый отдел – 1-3 узла. Сначала разберем шейный отдел. Как я уже сказала, в нем три шейных узла. Первый узел – это верхний шейный узел. Его ветвями являются серые соединительные ветви, которые идут к первым четырем шейным спинномозговым нервам, внутренний сонный нерв, который образует сплетение вокруг одноименной артерии, также наружный сонный нерв, идущий к одноименной артерии, еремный нерв, который присоединяется к 9-10 и 12-й парам черепно-мозговых нервов, гортанно-глоточные ветви, идущие, соответственно, к гортане и глотке, и верхний шейный сердечный нерв, который участвует в образовании сердечного сплетения. Второй – средний шейный узел. Его ветвями являются также серые соединительные ветви, идущие к оставшимся шейным спинномозговым нервам, и средний шейный сердечный нерв, также участвующий в образовании сердечного сплетения. Третий шейный узел – это шейно-грудной или звёздчатый узел. Его ветвями являются серые соединительные ветви, которые идут к 6-му, 7-му и 8-му шейным спинномозговым нервам, подключичный нерв, ветви которого присоединяются к подключичной артерии и образуют вокруг неё сплетения, к 10-й паре черепных нервов и к диафрагмальному нерву, позвоночный нерв, который также образует сплетение вокруг одноимённой артерии, и нижний шейный сердечный нерв, который участвует в образовании сердечного сплетения. Вегетативные волокна, которые отходят от этих узлов, бывают двух видов. Преганглионардные – это аксоны нейронов боковых рогов спинного мозга шейных поясничных сегментов, и постганглионардные волокна – это аксоны нейронов вегетативных узлов ганглиев, которые достигают иннервируемых органов по ходу кровеносных сосудов, образуя в стенке сосуда одноимённые сплетения. Здесь представлена схема образования двух видов ветвей. Это белые соединительные ветви рамус коммунганса альбус, это совокупность афферентных и симпатических преганглионардных волокон, которые идут к внутренним органам через ганглии симпатического ствола. Эти ветви имеются только у восьмого шейного, всех грудных и первых двухпоясничных спинно-мозговых нервов. И второй вид ветвей – это серые соединительные ветви, которые являются постганглионардными симпатическими волокнами, вступающие в состав ветвей всех спинно-мозговых нервов. Парасимпатическая часть вегетативной нервной системы. Она также имеет центральные и периферические отделы. Центральный отдел представлен головным и крестцовым отделами. Головной отдел – это вегетативные парасимпатические ядра, третий, седьмой, девятый и десятый пар черепно-мозговых нервов, то есть окулематориус, фациалис, глиософарингеус и вагус. А центральный крестцовый отдел – это ядра боковых рогов со второго по четвертый сегмент спинного мозга. Периферический отдел парасимпатической нервной системы представлен парасимпатическими узлами, расположенными в пределах головы, а также преганглионардными волокнами, идущими от нейронов ядер, указанных черепно-мозговых нервов, к парасимпатическим узлам. Парасимпатические узлы делятся на два вида. Их различают околоорганные. Такие есть только в пределах головы. Это ресничный узел, ганглион силиария, третьей пары черепно-мозговых нервов, крылонёбный узел, ганглион птерикопалятину, поднижечесной узел, ганглион субмандибуляры и подъязычный узел, ганглион сублингвалия, относящийся к седьмой паре черепно-мозговых нервов, а также ушной узел, ганглион отикум, девятый пары черепных нервов. Второй вид узлов – это внутриорганные узлы, которые находятся в стенке всех внутренних органов. Вегетативные парасимпатические волокна, так же, как и в симпатической нервной системе, различают на преганглионарные парасимпатические волокна. Это аксоны нейронов вегетативных ядер. В кардиальном отделе они идут из первое – нуклеус оккулематориус аксессориус третьей пары в составе радикс оккулематори ганглион силиари. Второе – из нуклеус силиваториус супериор седьмой пары в составе нервис петрозус минор ганглион терегопалятинум, а также в составе хорда тимпени ганглион субмандибралия, ляра и сублингвали. Следующее – из нуклеус силиваториус инфериор девятой пары в составе сначала нервис тимпаникус, а затем его ветви нервис петрозус минор ганглион отикум. И последнее – из нуклеус дорзалис нерви ваги десятой пары в составе ветвей блуждающего нерва к внутриорганным узлам органов шеи. Вегетативные волокна – так называемые постганглионарные пары симпатические. Это аксоны нейронов вегетативных ганглиев, которые идут в составе в краниальном отделе. Первое – от ресничного узла в составе нервус цилиарис бревис к мускулюс цинкта пупелия и мускулюс цилиарис глазного яблока. От крылонебного узла в составе нервус назалис пастериорес и нервы полятини майер-эт-минор к железам одноименных органов. Также от него в составе нервус зигоматикут, а дальше нервус лаклимайлес к слезной железе. А под язычного и под нижнечелюстного узлов к одноименным слюным железам в составе нервус лингвалис к железам передних двух третьих языка. От ушного узла в составе нервус аурикулотемпоралис к кукулушной слюной железе. От внутренних органов шеи, груди, живота, в том числе кишечника, до нисходящей ободочной кишки включительно образуют сплетение в стенке иннервируемых органов. Теперь перейдем ко второму разделу лекции. Это виды иннерваций внутренних органов. Любой внутренний орган имеет два основных вида иннервации. Афферентная и эфферентная. Афферентная, она же чувствительная иннервация, присутствует у всех органов и тканей. Эфферентные иннервации различают на соматическую и вегетативную. Соматическую иннервацию имеют органы, которые в своем состроении имеют поперечно-полосатую мускулатуру. Вегетативная иннервация идет для обеспечения двух видов. Это двигательный и секреторный. Двигательная иннервация, она направлена на гладкую мускулатуру и сердечную мышцу, а секреторная идет по отношению к железистой ткани. Пути подхода афферентных нервных волокон. Во-первых, в составе структур спинно-мозговых нервов. Второе, в составе ветвей черепных нервов. И третье, в составе ветвей вегетативных стволов сплетений и нервов. Соматические двигательные нервные волокна подходят к органам головы и шеи, которые в своем составе имеют поперечно-полосатые мышцы. Это мышцы языка, мягкого неба, глотки, гортани, верхней трети пищевода, глазного яблока и среднего уха. Эти волокна распространяются в составе ветвей соответствующих черепно-мозговых нервов. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый пар. Парасимпатические нервные волокна к внутренним органам подходят в составе ветвей черепных нервов из парасимпатических ядер третьей, седьмой, девятой и десятой пары. А симпатические нервные волокна идут в составе ветвей спинно-мозговых нервов по белым соединительным ветвям и в составе ветвей перевозальных сплетений. Почти все внутренние органы имеют три вида иннервации. Афферентную, эфферентную симпатическую и парасимпатическую, и эфферентную соматическую – это у органов, имеющих в своем составе поперечную полосатую мускулатуру. Афферентная и эфферентная соматическая иннервация внутренних органов осуществляется посредством спинно-мозговых и черепных нервов. Эфферентная симпатическая иннервация органами получается из симпатических ганглев по симпатическим перевозальным сплетениям. Эфферентная парасимпатическая иннервация органов головы идет из парасимпатических ядер 3, 7 и 9 пар черепно-мозговых нервов. Органы грудной и брюшной полости до сигмовидной ободочной кишки из парасимпатического ядра блуждающего нерва, то есть 10 пары черепно-мозговых нервов. Сигмовидная кишка и все органы малого таза парасимпатическую иннервацию получают из крестцового отдела по тазовым внутренностным нервам. Все скелетные мышцы получают афферентную чувствительную и эфферентную соматическую иннервацию в составе ветвей спинно-мозговых и черепно-мозговых нервов. Эфферентную симпатическую иннервацию они получают из симпатических стволов по серым ветвям соединительным, а затем в составе спинно-мозговых нервов. А парасимпатической иннервации скелетные мышцы не имеют. Теперь по отдельности каждые органы. Органы головы. Слюнные железы. Первая железа. Околоушная. Получает афферентную иннервацию в составе ушно-височного нерва из третьей ветви тройничного нерва. Афферентную симпатическую от верхнего шейного узла симпатического ствола в составе наружного сонного сплетения. Эфферентную парасимпатическую из нижнего слюноотделительного ядра девятой пары черепных нервов в составе барабанного, а затем малого каменистого нерва преганглеонарные волокна подходят к ушному узлу. Позганглеонарные волокна идут в составе ветвей ушно-височного нерва. Поднежнечелюстная и подъязычные слюнные железы также имеют афферентную, эфферентную симпатическую и парасимпатические иннервации. Афферентную иннервацию они получают в составе язычного нерва и барабанной струны из лицевого нерва. Эфферентная симпатическая идет также от верхнего шейного узла симпатического ствола по наружному сонному сплетению, а далее по лицевому сплетению. А эфферентная пара симпатическая идет от верхнего слюно-отделительного ядра седьмой пары в составе барабанной струны, доходя до поднижнечелюстного и подъязычного узлов. Позганглеонарные волокна из этих узлов идут в составе язычного нерва. Следующая полость рта. Первый орган ее – язык. Имеет очень сложную иннервацию. Он имеет афферентную чувствительную иннервацию, которая подразделяется на два вида. Общую, дающую восприятие температуры, боли, тактильную чувствительность. Передние две трети слизистой оболочки языка получают эту иннервацию посредством ветвей тройничного нерва, а задняя треть – это ветви языкоглодочного нерва. В иннервации корни языка принимает участие блуждающий нерв. Специфическую вкусовую иннервацию к сосочкам фунгиформис этфолиата, грибовидным и желобовидным сосочкам, чувствительные волокна барабанной струны приносят иннервацию. А к желобовидным сосочкам идёт в составе языкоглодочного нерва. А там грибовидные и листовидные были первые. Эфферентная соматическая иннервация у языка есть, потому что он состоит из поперечно-полосатых мышц и обеспечивается подъязычным нервом 12-й пары черепно-мозговых нервов. Эфферентная симпатическая идёт из верхнего шейного узла симпатического ствола по перевазальному сплетению. Эфферентная пара симпатическая также посредством нескольких нервов. Это из верхнего слюноотделительного ядра седьмой пары, передние две трети языка, задняя треть из ветвями языкоглодочного нерва, а корень языка ветвями блуждающего нерва. Нёба. Нёба – это тоже орган, который имеет поперечно-полосатые мышцы в своём составе, и поэтому у него также присутствуют все виды иннервации. И афферентная чувствительная ветвями тройничного нерва, афферентная соматическая посредством также ветвей тройничного нерва и блуждающего десятой пары, а также симпатическая, которая идёт по перевозальному сплетению из верхнего шейного узла симпатического ствола, а пара симпатическая иннервация из верхнего слюноотделительного ядра седьмой пары через крылонёбный узел в составе большого и малого нёбных нервов, а также доинтрамуральных узлов ветвями блуждающего нерва. Зубы получают только чувствительную иннервацию в составе ветвей тройничного нерва. Полость носа имеет также двоякую чувствительную иннервацию, которая подразделяется на общую и специфическую обонятельную, а также присутствует эфферентная симпатическая, которая идёт из верхнего шейного узла симпатического ствола по перевазальным сплетениям и эфферентную пара симпатическую в составе ветвей седьмой пары черепно-мозговых нервов. Орган зрения. Это сложный орган, и, соответственно, иннервация у него тоже очень сложная. Чувствительная иннервация представлена двумя видами общее и специфическое. Общая иннервация чувствительная, это температурная, болевая, тактильная, обеспечивается ветвями тройничного нерва из первой его ветви, а специфическое – посредство второй пары черепно-мозговых нервов. Эфферентность соматическая идут к наружным мышцам глазного яблока, которые обеспечивают его движение, и обеспечивает эта иннервация посредством ветвей третьей, четвертой и шестой пары черепно-мозговых нервов. Эфферентная симпатическая иннервация есть только у мышцы, расширяющей зрачок и у слезной железы. Идет из верхнего шейного узла симпатического ствола. А вот мышца, суживающая зрачок и ресничная мышца, получает эфферентную парасимпатическую иннервацию посредством ветвей третьей пары черепно-мозговых нервов. А также к слезной железе идет иннервация от верхнего слюноотделительного ядра седьмой пары и распространяется в составе ветвей тройничного нерва. Орган слуха и равновесия получает тройственную иннервацию афферентную эфферентную соматическую к мышцам ушной раковины посредством лицевого нерва а также эфферентную вегетативную симпатическую и парасимпатическую. Среднее ухо имеет все три вида иннервации. Перечислять и диктовать не буду. Смотрите со слайда презентации и списывайте название нервов. Более подробно все это будем изучать на практических занятиях. Также внутреннее ухо имеет двойную специфичную чувствительную иннервацию. Это общая температурная болевая посредством ветвей девятой пары и специфическую посредством восьмой пары предверно улитковым нервам. А также есть эфферентная симпатическая и парасимпатическая иннервация. Дальше мы переходим к органам шеи. Глотка, гортань это органы которые в своем составе имеют пары поперечно-полосатые мышцы. И поэтому они имеют тройственную иннервацию афферентную чувствительную которая идет в составе как языкоглотчного так и блуждающего нервов. Эфферентную соматическую в составе все тех же нервов но из двигательных ядер этих нервов. И эфферентную вегетативную которая делится на симпатическую и парасимпатическую. Здесь представлен на слайде иннервация глотки а следующий слайд это иннервация гортани. Как мы видим также есть афферентная эфферентная соматическая и эфферентная вегетативная иннервация. К органам шеи относятся также щитовидные и парасимпатические железы. Эти железы естественно также имеют афферентную иннервацию посредством верхней ветви блуждающего нерва и эфферентную симпатическую и парасимпатическую иннервацию. симпатическая иннервация органов шеи в основном идет из среднего шейного узла а частично от верхнего и нижнего шейных узлов симпатического ствола. А эфферентная парасимпатическая за счет блуждающего нерва. Чем же отличается симпатическая от парасимпатической нервной системы? Симпатическая нервная система иннервирует все органы без исключения. Медиатор синапса является адреналин. Центральный отдел только один тораколюмбальный в боковых рогах с восьмого шейного по второй поясничной сегменты спинного мозга. Постганглионарные волокна третьего нейрона дуги длинные. Эффекты раздражения диффузные. В противовес этому парасимпатическом отделе иннервация отсутствует такой вид иннервации в надпочечниках, оболочках кровеносных сосудов, селезенки и мочеточников. Медиатор синапса ацетилхолин. Центральный отдел представлен тремя частями. Мезанцефалический, то есть средний мозг, бульбарный, это задний мозг и продолговатый, и сакральный крестцовый отдел боковые рога со второго по четвертый сегменты спинного мозга. Постганглионарные волокна третьего нейрона короткие и эффект раздражения локальный. Если мы сравним дуги в организме человека различают соматическую и вегетативную рефлекторные дуги, то мы увидим, что афферентный нейрон в пределах дуг располагается в одном и том же месте. Это в спинномозговых узлах, которые находятся на задних корешках спинного мозга, и в чувствительных узлах черепных нервов, которые есть у 5, 7, 8, 9 и 10 пары. А вот вставочные и афферентные нейроны этих дуг локализуются в разных отделах. Вставочные нейрон соматической дуги находятся в задних рогах спинного мозга, а также в чувствительных ядрах черепных нервов 5, 7, 8, 9, 10 пары. А у вегетативной нервной системы вставочный нейрон локализуется в ядрах боковых рогов спинного мозга и в вегетативных ядрах черепных нервов 5, 3, 7, 9, 10 пары. Эфферентный нейрон рефлекторных дуг в соматической нервной системе залегают в ядрах передних рогов спинного мозга и в двигательных ядрах черепных нервов, которые имеются у 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 пары. А в вегетативной нервной системе эфферентный нейрон, он же третий, залегает в вегетативных узлах периферической нервной системы, в симпатических и парасимпатических. Различия в эфферентных частях соматической и вегетативных дугах. В соматической нервной системе эфферентное звено может быть однонейронное, это простая дуга, представленная аксоном эфферентных нейронов передних рогов спинного мозга или двигательных ядер черепных нервов и достигают сразу же скелетных мышц без перерыва. В вегетативной нервной же системе эфферентное звено рефлекторной дуги двухнейронное, состоит из пре и постганглионарных волокон. Переключение происходит в вегетативных ганглиях, от которых постганглионарные волокна достигают гладких мышц из секреторных клеток. Спасибо за внимание. До свидания.